Худулисты, аттракционы, живые выступления и конкурсы, сладости и, конечно, салют. Если вы не были в числе тех, кто 11 сентября вышел на улицу, чтобы поздравить Десногорск с днём рождения, смотрите краткий отчёт о событиях праздничного дня в нашем сюжете. Второй год подряд День Десногорска проходил без традиционного парада. Но праздничное настроение, несмотря на это, было на высоте, и праздник получился не менее ярким. Сотни десногорцев вышли на улицу, чтобы насладиться торжеством и от души поздравить родной город 47-летием. Сердцем праздничной программы стала летняя эстрада, с которой горожан поздравляли первые лица города. Мы с вами видим, как преображается наш город. В этот день я хочу пожелать вам всем крепкого здоровья, удачи, благополучия и хорошего настроения, чтобы сегодняшний день вам принёс очень много позитива и положительных эмоций. С праздником вас, дорогие одесногорцы! Гостем торжества также стал сенатор Российской Федерации от Смоленской области Сергей Леонов. Он отметил рост благосостояния и инфраструктурное развитие города, который с каждым годом становится более красивым и современным, а жизнь в нём комфортнее. За последнее время очень много различных объектов открылось, и социальных объектов, и спортивных объектов. Вот достраивается атомпарк, у вас прекрасный пляж, и очень многое администрация города Десногорска для этого делает. Конечно, при непосредственной поддержке атомной станции, это очень важно, чтобы в синергетическом эффекте город дальше продолжал развиваться. Праздничный фестиваль, который развернулся на площади, отвечал предпочтениям жителей всех возрастов. Со сцены не уставая, горожан радовали творческие коллективы города. Занять же досуг малышей можно было в детском квартале, где проходили весёлые конкурсы, а желающих ждали аттракционы. Но отдельная детская программа «Настоящая страна детства» была организована у реабилитационно-оздоровительного и досугового центра. Город – это в первую очередь люди, которые живут и трудятся для его процветания. Как дань уважения десногорцам, внёсшим вклад в благосостояние и совершенствование города, традиционное занесение их имён на доску почёта. Аллея славы в этом году пополнилась 12-ю достойными горожанами. «В день города мы всегда чествуем. Чествуем тех людей, которые неравнодушны к жизни города, которые отдают душу, вкладывают силы свои в то, чтобы город, он выглядел ровно таким, как он выглядит сейчас». И действительно, Десногорск прошёл долгий путь развития. Путь, который не заканчивается и сейчас. С каждым годом здесь появляются новые объекты и благоустраиваются дворы, что заставляет горожан влюбиться в него по-новой. «Вот нет, очень красивый город, и с каждым годом всё что-то лучше делается. И мы гордимся им». Артисты Центра культуры и молодёжной политики и профсоюзной организации Смоленской АЭС дарили десногорцам свои выступления до самого вечера. Особый отклик от зрителей получило выступление приглашённый из Брянска кавер-группы «Классик». Завершился праздник, как всегда, фееричным салютом.